4 ноября стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова, выступавшая на этапе мировой серии Гран-при в США с травмой ноги, восстановилась и возобновила тренировочный процесс. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отметим, что русская ракета не выходила на лед последние 10 дней. Все это время ученица Этери Тутберидзе занималась восстановительными процедурами. Напомним, что в текущем сезоне Александра Трусова, как и другие российские фигуристки, ведет борьбу за место в национальной сборной России, которая в феврале будущего года будет представлять страну на Олимпийских играх в Пекине. Уже в ближайшее время Трусова должна начать подготовку следующему этапу Гран-при Японии, который пройдет в Токио 12-14 ноября. Вместе с Александрой в страну восходящего солнца отправится еще одна ученица Этери Тутберидзе, Дарья Усачева. Этапом в Италии продолжится серия Гран-при по фигурному катанию, в борьбу вступает действующая чемпионка России и мира Анна Щербакова. Третий этап Гран-при Италия состоится 5-6 ноября на Олимпийской арене Половело в Турине. Анна Щербакова прыгнула каскад с четверным флипом и тройным тулупом на тренировке перед Гран-при Италии. Этери Тутберидзе смотрела прокат Ани не без волнения, отошла от бортика и непроизвольно повторяла движение из программы. После проката Ани получила инструкции от Тутберидзе и Даниила Глехингауза. Разговор с тренерами принес результат. Вне прогона квад все же получился. Чемпионка мира у нас двужильная, и проблемы, похоже, становятся зоной ее комфорта. Так она понимает, что ей предстоит преодолеть. Щербакова искренне борется сама с собой и набила на этом руку. Ее карьера никогда не была гладкой, но сама она, если и рассказывает о трудностях, то с какой-то облегченной улыбкой, припудривая реальный расклад. Будь то самый настоящий перелом ноги в подростковом возрасте, или затяжная болезнь прошлого сезона. Олимпийский сезон она открыла с каким-то пластырем на шее, пускай и очень большим. Комментировать ситуацию никто из тех, кто мог бы это сделать. Не стал, ни тренеры, ни сама спортсменка, ни федерация. Фигуристка откатала на октябрьском турнире в Будапеште произвольную программу с одним не получившимся у нее четверным флипом, так как прыжок не был полноценно настроен в том числе из-за проблем с шеей. Серьезно относиться ко второму месту Анны в Венгрии не стоит из-за ее совершенно неоптимальной формы. Проиграла она тогда Майя Хромых, с которой она вновь будет бороться в Турине на дебютном в сезоне этапе Гран-при. Само катание Щербаковой на последнем турнире в Будапеште мне очень понравилось. Я думаю, что она еще не до конца восстановилась, но в ней становится больше уверенности, если сравнивать с теми же контрольными прокатами. Аня, боец. Она делает все, что может на данный момент, поделилась наблюдениями заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Бутырская высказалась о спаде Щербаковой. Российская фигуристка, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала об ожиданиях от выступления Анны Щербаковой на Гран-при Италии. Она немного позже остальных вышла на лед и начала готовиться к сезону. Видно, что сейчас она не в лучшей своей форме, но при этом она продолжает подготовку именно к Олимпийским играм. Она не отказывается от стартов, это важно. Она показывает на данный момент то, что может. Я бы немного отпустила эту ситуацию и не зацикливалась на ней. Ничего страшного для Ани сейчас не происходит. Она в любом случае героическая спортсменка, мы знаем, как она умеет собираться в нужный момент. И у нее еще есть время восстановить форму, к которой мы привыкли. Ей надо восстановиться, вкатиться в сезон, и потом уже мы будем обсуждать, есть у нее четверные или нет. Я понимаю, что кто-то может очень сильно об этом переживать, но в этой ситуации накалять обстановку не надо, сообщает Бутырская. Майя Хромых впечатляет по качеству четверных, и по подаче. Человек хочет, человек атакует, рассказала Гончаренко о фигуристке, которая никогда не считалась ведущей в своей группе. Это напрямую относится к Хромых. Безусловно, в этом сезоне будет расти ее вторая оценка, потому что она еще будет вкатываться. Она уже показывает широкое уверенное катание. При этом она доносит до нас именно свой стиль катания, который она прочувствовала. Его отличительные черты, длинные мягкие руки и то самое широкое катание. Но выводит Хромых в топ ее четверные прыжки, нарабатываемые сальхов и тулуп, которые уже сейчас в хорошем соревновательном состоянии. В Будапеште с сольного она упала, а каскад из четверного и тройного тулупа сделала уверенно. В Турине компанию Щербакова и Хромых составит соотечественница Софья Самодурова, находящаяся в не самой лучшей форме, а конкуренцию — японки Майя Михара и серебряный призер чемпионата мира 2015 года Сатока Миохара. Михара преподнесла сюрприз на минувшем этапе Гран-при в Канаде, где после седьмого места из скромных 67 баллов в короткой программе сумела забраться на четвертую строчку после произвольной. Фигуристка уступила лишь трем россиянкам — Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Алене Косторной. А непосредственно в произвольной Михара стала третьей, не исполняя элементов ультра-Си. Фигуристка из группы Евгения Плющенко Софья Муравьева исполнила тройной аксель и четверной сальхов в каскаде с тройным сальховом на тренировке. В сезоне 2021-2022 Муравьева отобралась в финал юниорского Гран-при в женском одиночном катании. Также Россию на соревнованиях представят Софья Акатьева, Вероника Жилина и Аделия Петросян. Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке Японии. Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке Японии. Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке Японии. Финал пройдет с 8 по 12 декабря в Осаке Японии. Финал пройдет с 8 по 13 декабря в Осаке Японии. Продолжение следует...